особое мнение на 101 fm в кирове 12 часов и 5 минут добрый день меня зовут владимир сметанин в нашей студии я приветствую данила мамина заместителя главы города кирова данил добрый день добрый день здравствуйте мы договорились что немножко скажем про международный день радио который до сегодня празднуется вот такой необычный профессиональный праздник так что наших слушателей наших гостей наших партнеров коллег поздравляем поздравляем и вас большим удовольствием с международным днем радио да надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество как говорится вопрос которого хотелось бы начать нельзя просто не заметить активно новости поступают в этом отношении в последние недели я имею ввиду активные кадровые изменения кадровые перестановки в администрации нашего города я прекрасно понимаю что вы представляете две разных ветви до власти вы законодательная там исполнительная но все-таки вашу хотя бы такую небольшую оценку хотелось хотелось бы услышать по этому поводу замглавы администрации сергей изотин недавно покинул свой пост начальник департамента городского хозяйства замначальника вернее департамента городского хозяйства драчков новый руководитель в у дп и и имеется перестановки в отделе транспорта как оцениваете что происходит это формирование новой более работоспособной системы либо какие-то возможно подводные камни там есть вашу оценку хотелось бы услышать в первую очередь прежде всего нужно понимать что прерогатива назначения сотрудников администрации лежит на главе администрации и депутаты со своей стороны оценивают лишь результаты его деятельности а вот те шаги которые необходимо предпринять и для достижения там положительных результатов для повышения качества работы в нашем городе они конечно лежат на главе администрации но со своей стороны просто хочу заметить что изменения которые сейчас происходят надеюсь будут приводить к качественному улучшению жизни нашего города то есть новые люди новые определенные веяния я думаю что поставлены интересные перспективные задачи а как они поработают мы посмотрим чуть дальше тем более депутатский корпус всегда с удовольствием и с нетерпением ждет ежегодного отчета главы администрации который будет должен быть приведен до конца весны ну и ровно также депутат и яна васильевна ковалева обозначили необходимость отчета заместителей главы администрации на протяжении весны то есть депутатский корпус концу весны к началу лета получит максимально четкую и понятную уже оценку деятельности и администрации и заместителей главы вообще вне зависимости от перестановок вне зависимости от того кто там конкретно какие люди работают отчет должен быть и вы будете к нему очень внимательно относиться и обращать внимание на по крайней мере на основные показатели до работы городской администрации будет давать оценку конечно потому что прежде всего из нас на общественных советах на общении жителями города которые нас избирают вопросы эти возникают постоянно и хочется людям давать честную объективную картину и не только того что прошло но и то что мы получим в ближайшем будущем а вот кстати ваши коллеги депутаты по кировской городской думе такую интересную интересную инициативу высказывали суть ее в том чтобы как-то более пристально что ли более тщательно подходить к отбору кадров которые будут трудиться в городской администрации вот по моему депутаты от лдпр предлагали а давайте мы их на полиграфе будем проверять слушайте но вы в курсе этой инициативы в курсе инициатива но понимаете любые инициативы прежде всего должны быть оправданы законодательно да то есть если те или иные требования предусмотрены квалификационными требования то они выполняются в полном объеме но вы знаете вас точки зрения одобрения либо не одобрения депутатским корпусом на комиссиях на заседаниях городской думы обсуждение тех или иных кандидатов на должности проходит очень бурно то есть сейчас есть прямые эфиры вы можете посмотреть им задаются любые вопросы и уже в рамках конечно обсуждения принимают стильные решения кадров в том числе ну я напомню что даниил входит в состав оргкомитета да по подготовке к 650-летию областного центра и вот сейчас у нас дальше будет ряд вопросов связанный как раз празднованием юбилея в своей соцсети вы написали о том что у вас есть уверенность что этот 2023 год в городе можно можно назвать годом возможностей да и я имею ввиду конечно же конкурс город добрых соседей который стартовал у нас сразу после завершения новогодних каникул и прием заявок продолжается до последней даты до последнего числа февраля есть традиционно у нас группа горожан которые блещут всевозможными идеями инициативами и вы непосредственно в рамках своей депутатской деятельности с ними встречаетесь и обсуждаете многие важные вопросы как оцениваете вообще даниил активность горожан в этом году горят ли глаза если стремление делать город лучше или реализовывать такие общественно значимыми инициативы слушайте ну вот действительно пророческие мои слова оказались насчет года возможностей мы смотрим активность которая сейчас есть у горожан особенно вот в рамках конкурса город добрых соседей ну пока о каких-то конкретных заявках говорить рано еще все-таки документы готовятся и там объем работы нужно провести но на сегодняшний день вот я сам присутствовал на организационных мероприятиях в ленинском первоуправлении туда пришло практически 90 человек и это нужно понимать что это 90 проектов люди туда приходят не просто так поговорить это уже конкретные задачи конкретные вопросы у конкретных интересантов этого конкурса это лишь только один район это только ленинский район вот октябрьский район порядка 50 новоавиатский район порядка 30 человек приходила участвовала в этих мероприятиях сегодня проходит собрание в первом майском районе и вовлечение жителей конечно в этот конкурс очень большой я думаю в этом такой хороший задел на будущее потому что и упрощенная форма подачи заявки очень широкий спектр куда можно применить свои желания свои там знания какие-то может быть умения ну давайте еще раз напомним основные положения там по двум направлениям мы имеем два направления первое направление это чаще всего спрашиваем и скажем так особенно в рамках наших встреч это благоустройство благоустройство общественных территорий на них выделяется софинансирование до 600 500 тысяч рублей на один правильно на один проект а второе направление которое также очень интересно и сейчас востребовано среди других там участников это событийные мероприятия то есть там выделяется до 350 тысяч рублей на мероприятие либо на серию мероприятий вот он хочется отметить что при планировании участия конкурсе мы помним что нужно провести мероприятие до конца года и тоже вот хочется опять исходя из общения с людьми обратить внимание на что мы подчеркиваем задача конкурса да в том числе это каким-то образом мы популяризируем участвуем мероприятиях посвященных юбилею города то есть хочется чтобы каким-то тем или иным образом мероприятия были привязаны что 50-летний юбилей ну все подробную информацию я напомню можно найти на сайте это отдельная выкладка да привязанная к сайту городской администрации киров.рф slash конкурс 650 и там все необходимые документы размещены для скачивания лично кстати я ознакомился с этими заявками и мне показалось что ну действительно организаторы как можно проще пытались донести эту и оформить эту информацию совершенно верно да это вот задача была самая главная потому что нужно вовлекать жителей в общественную жизнь социальные инициативы и тут задачи администрации тыс антиниш соколов правильно говорит не нужно строить лишние препоны здесь нужно наоборот давать возможности для людей и тогда я думаю что проекты очень интересные хорошие будут реализовываться все больше и больше оценивать конкурсные заявки будет целая команда да да слушайте это очень важная история потому что пытались объективно максимально до отстроить совершенно верно там получается у нас два таких направления по оценкам то есть это конечно оценивать очень серьезная федеральная команда экспертов это не только кировские специалисты и специалисты которые участвовали в федеральных многих конкурсах с максимально возможным я думаю сегодня уровнем компетенции кроме того отдельно напомню что у нас будет интернет-голосование по проектам но интернет-голосование будет идти параллельно с работой экспертов на протяжении марта месяца все конкурсные заявки которые участвуют в направлении благоустройства они будут как раз тут выложены и готов их можно будет посмотреть понять обоснование описание этих заявок и опять же хочется заметить что интернет-голосование не будет являться решающим в данном случае как будут сочетаться экспертное голосование и народное голосование нет интернет-голосование здесь добавляет небольшую некоторое количество баллов уже в итоговой таблице то есть это не принципиальная история с точки зрения что вот если люди проголосовали только так будет да эксперты конечно играют решающую роль данной ситуации напоминаю еще раз что дата окончание приема заявок и документов это 28 февраля этого года соответственно нас еще две недели впереди есть ну вроде бы приличный такой срок на но но уже и скажем уже плотненько да но поторопиться желаю нужно реализовывать подготовить документы я думаю что в течение двух недель вполне реально вот хочется еще заметить что все таки год возможности как я сказал да традиционно у нас сейчас уже с 1 февраля анонсированный идет конкурс фоторабот фото конкурс мой любимый город второго запустили и я думаю что более подробно мы отдельно про него как-нибудь расскажем но иметь хотя бы можно да в целом были заделы какие-то они черты конечно конкурсе могут участвовать и профессионалы и любители опять же мы затрагиваем два направления можно представить работы в категории новый взгляд на город то есть новое видение какие-то интересные ракурсы какое-то интересное восприятие нашего города вот и второе направление это время события люди то есть уже более репортерская история более сюжетная более может быть какая-то такая актуальность сегодняшнего дня вот ну и дополнительно мы всегда поддерживаем приз симпатии наших зрителей через интернет голосование отдельная работа будет работа наберут больше число конечно лайков больше числа лайков простым языком потому что все равно мы понимаем что всегда интересно узнать что хотят видеть жители что хотят видеть горожане эти работы в дальнейшем будут использоваться и в оформлении нашего города в оформлении каких-то материалов я думаю что традиционно мы разместим их и в рамках поздравительных мероприятий к дню рождения нашего города это хорошая история для любого фотографа реализоваться я думаю что здесь и не нужно там пугаться чтобы не профессионал потому что на сегодняшний день я думаю и любители фотографии гораздо очень скажем так готовы к участию в этом конкурсе потому что у нас у всех есть собой смартфоны называемые мобильные мобильная фотография да и главное ведь преимущество какое нужно оказаться в нужном месте в нужное время и увидеть красивую картинку то есть здесь сроки уже обозначены да то есть конкурс дедлойн конкурс идет с февраля и закончится до 15 мая подача на работу мы отдельно еще будем дополнительно по нему анонсы делать я думаю просто сейчас многие же знают задались вопросом а какие снимки-то отправлять сейчас у нас зима город город он наиболее прекрасен все-таки в летнее время года зима весна ну природа неплохой погоды на потому что и зимние вот закружающие веточки там в свете ночных фонарей город прекрасен в любое время надо уметь это увидеть что касается еще подготовки к 650-летию я знаю ранее ваши коллеги по комитету высказывались по этому поводу в общем а будет ли конкурс в следующем году или вот 23 пред юбилейный вот здесь мы должны все успеть а уже следующем в 24 уже будут другие задачи я я думаю что еще действительно дискуссионная такая тема еще пока трудно это предвосхитить и но просто с хотя все-таки хотелось бы отметить что в рамках собственно 24 года юбилейного это больших работ в городе хотелось бы не допускать таки город праздничный и основные все мероприятия подготовить и должны быть завершены до начала лета 2024 года поэтому дальше будем обсуждать потому что если есть востребованность в тех или иных мероприятиях у жителей не считай нужно поддерживать можем сейчас поговорить о каких-то новых моментах о новых обсуждениях в рамках подготовки к 650 летию что сейчас обсуждается я помню что несколько месяцев назад еще как одна из тем было заявлено это появление некого символа празднования у некий маскот до били левается маскот да то есть не знаю фигурка статуэтка экспонат некий некий персонаж некий персонаж персонаж я обсуждается эта тема сейчас история скажем так брендирование история персонализации юбилея она сейчас очень находится в таком состоянии практически на выходе идут ведут работы подготовительные готовится материал готовится интересный бренд-бук там руководство скажем так по использованию символики она будет представлена в ближайшее время ближайшее время будет представлено и полном объеме вот отдельно я думаю что конечно будет обсуждаться и персонаж мало того скорее всего опять же мы его вынесем на какое-то обсуждение с вот но и весь объем той информации которая сопровождают любое мероприятие да это и слоган это и там какие-то названия какие-то может быть дополнительные элементы которые будут использоваться в оформлении а вот над всем этим идет очень плотная работа буквально ближайшее время ждите анонсов увидите там будет очень красиво интересная история тот кто еще возможно не слышал несмотря на то что эта тема поднимается очень широко есть возможность подключиться к этой работе найти контакт у арт-комитета выйти на членов и предложить свои идеи ну смотрите то есть касается или вы укомплектованы уже касательно символики прочего там конечно работа уже подходим завершению я думаю там не включится можно было в ноябре месяце в октябре месяце да когда шел конкурс вот сейчас этим занимаются уже профессионалы они передать все скажем так коммерческий промышленный вид ну можем сейчас какие-то примерные даты обозначить когда горожане на улицах города увидят эту праздничную юбилейную символику не знаю в каком виде она будет в виде билборда в каких-то не знаю в других внешних проявлениях но я думаю что конечно основное это использование символики будет уже в юбилейный год но материалы которые будут изготавливаться информационные в том числе да анонсы какие-то к юбилею города все события которые относятся к юбилейным мероприятиям они будут уже персонализированы оформлены соответствие символикой юбиле ну первые материалы я думаю это весной уже должны появиться весной весной уже должны появиться как снег будет сходить ну да и тут же появится у нас все новое вырастает все новое появляется в том числе и определенная красивая это оформление должно быть а вообще как работа сейчас строится то есть вот сам сам объем этих идей инициатив он уже все вот накидан что называется до сформирован уже оттачиваются какие-то нюансы тонкости ну нет на самом деле положение план открыт план мероприятий открыт основные конечно системные там инфраструктурные мероприятия уже ввесены остается очень небольшой промежуток времени для их реализации будем так говорить вот но определенного рода событийные мероприятия какие-то еще проекты они конечно рассматриваются их готовы обсуждать вот и я думаю что дирекция в этом плане всегда готова рассмотреть помочь подсказать как внести свою свою идею в план мероприятия единственное что хочется обратить внимание что идеи хочется рассматривать уже упакованными да то есть просто финансирование реализации готовые уже как готовые кейсы да и они будут рассмотрены то есть просто просто идеи тоже интересно смотреть но хочется конечно чтобы идеи были проработаны уже более детально ну в который раз повторяю выражая тем самым надежды общественности хотелось бы увидеть в ближайшее время единый информационный ресурс где можно будет узнать абсолютно все о том как будет праздноваться где будет праздноваться имею ввиду сайт я думаю что как раз запуск сайта он напрямую завязан к моменту подготовки символики юбилея когда она будет уже до конца наведена эти вещи будут между собой взаимосвязаны по срокам то есть это где-то весна я напоминаю что мы беседуем с данилом маминым заместителем главы города кирова хотелось бы сейчас уйти в тему раздельного сбора мусора в том числе да многие кировчане были раздосадованы тем что экоцентр вятка без мусора на на молодой гвардии 14 в официально временно приостановил свою работу вы я так понимаю тоже подключены до к разбирательству этого вопроса вы настаиваете на том что надо давать возможным экоактивистам продолжать и дальше свою деятельность в общем что сейчас обсуждается какие возможности ищутся предложения того же регионального оператора вот в чем я прежде всего здесь я выступаю в том числе и как депутат и как житель города который сам не непосредственно не раз не два столкнулся с проблемами раздельного сбора мусора и сдачи этого мусора вот но и как представитель честного совета партийного проекта чистая страна то есть повестка экологическая сейчас очень важна она востребована жителями и конечно региональный оператор обязан я считаю что поддерживать эти инициативы рассматривался вариант этому что рассматривается и мы найдем решение когда будет найдено помещение подходящее для организации новых экоцентров варианты то есть варианты рассматриваются варианты есть просто сейчас вопрос смотрится и по финансированию и по организации этих задач потому что оставить просто людей которые хотят привести действительно разобрать свой мусор и грамотно его распределить отдать в переработку нельзя без внимания с одной стороны но тут еще нужно понимать раздельный сбор мусора вот в рамках экоцентра это не только может быть на мой взгляд не столько сама позиция сдачи сбора мусора это именно вопрос экологическое просвещение молотовы не только экологическое просвещение но и мирование иного взгляда но и формирование экологии потребления прежде всего когда человек приходит в экоцентр и сам распределяет сам сортирует там 18 20 30 видов разных по мусорным отходам он невольно начинает задумываться о том что может быть просто снизить потребление тем самым мы снижаем нагрузку на нашу окружающую среду на нашу природу где мы живем вот но и попутно рассматривается же вариант проведения экологических уроков экологического просвещения образовательных учреждений вот и в детских садиках и в школах то есть эта тема интересная дети очень активно в нее всегда включаются обсуждают потому что это им понятно это им наглядно это интересно особенно если все это дело преподносится в том числе и в игровой форме вот но еще может быть максимально доступной максимально доступной да если туда подтянуть какую-нибудь цифровизацию то что разговаривать с молодежью на их языке там пускай на языке смартфонов какие-то предложения вот это создать действительно игру какую-то да я не смогут что-то зарабатывать но это такая просто идея была бы очень интересная на будущее вот даю идею кому-то кто может ее реализовать оппозиция регионального оператора региональных радейства поддерживает поддерживает всячески потому что вот нового руководства рекоператора очень позитивно относится ко всем инициативам которые вот были озвучены я как активистами на встрече когда проходили нас слушание разговоры по этому поводу я думаю что ближайшее время мы увидим как раз эти результаты буквально вот даже и в субботу снова по городу проехал автомобиль был полный вы лично пользовались услугами да это просто очень важный потому что ну объективно накапливается определенное количество уже отходов и знаете вот очень давно была история помните там везде обсуждалось если батарейка нам одна упала там в лесу да там то погибает ежик там да в каком-то вот и и там есть научный дабы обоснования и это очень почвы это очень действительно очень действует и сейчас невольно начинаешь сам у себя дома сортировать мусор уже в рука не поднимается поднять и выбросить пластик там обычный контейнер вот уже начинаешь пластик в один к крышечке в другой контейнера в третий и вот это раз два три шаг за шагом и мы снова ждем уже от рек оператора там регулярного графика поездки этих автомобилей пока нет экоцентра поэтому и рек оператор сам заинтересован я думаю в этом проект как считаете вопросом вообще доступности не знаю информированности жителей города на местах до сдачи приема этого вторсырья отходов и так далее я например у себя в семье не знаю там среди друзей и знакомых близких до сих пор сталкиваюсь когда люди собирают но не знают куда это потом вот на совещании как раз мы и на собрании с активистами с руководством рек оператора мы этот вопрос подняли в первую очередь очень хочется увидеть карту размещения в том числе и контейнеров по раздельному сбору отходов до тяжелой сетки пластиковые да там и под пластик вот те которые мы ставили в том числе как бы в рамках там летней работы очень сильно была востребована у нас от жителей города данная услуга вот и график перемещение к мобиле ну соответственно как только появится у нас возможность организовать уже стационарные экоцентры вот график их работы и места положения я думаю что там эта задача первоочередная с точки зрения к просвещения и в ближайшее время появится график и карта и замечательная инициатива до киоски с артезианской водой когда там появились вот эти контейнеры емкости для сбора отработавших батареек вот это же замечательного несколько лет вот мы моя семья там исключительно с большим удовольствием пользуется мы собираем относим вот как еще ближе как доступнее сделать я помню несколько лет назад на базе теруправлений ставились в том числе контейнеры для сбора ртутных люминесцентных ламп они сейчас есть там вообще тераправлений не делал да я видел в магазинах строительных некоторых есть одно время были вот это тоже может быть бизнес как-то больше побуждать вот тут самая главная история чтобы вот чтобы это хорошо все внедрялось нужно размещение объектов сбора в шаговой доступности человек не должен испытывать сложности чтобы выбросить мусор раздельным образом да там соответственно вредные отходы лампы там против батарейки да то есть тоже вести через полгорода то есть на общественном транспорте там скажем так неудобно то есть вот расширить сеть приемных пунктов там соответствующая логистика по сбору их оттуда я думаю что это задача которую будут решать ближайшее время кстати это же наверное хорошая идея для конкурса города добрых соседей о которой мы говорим сейчас прям конкретную идею подсказываем да вот устройте такое событие или серию событий да в городе в определенные часы определенные дни в определенном месте мы собираем вторсырье отходы все пожалуйста готов готовы и для для участия в конкурсе а как кстати среди ваших коллег депутатов городской думы вы 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 лично занимаетесь сортировки да да ну вы да я конечно непосредственно я думаю что да и коллеги депутаты точно знаю что участвуют и в сортировке отходов и в поддержке этих проектов потому что здесь ну без нас никуда то есть скажем так мы как раз вот доносим постоянно этот вопрос но еще раз я обращу внимание что жители очень активно реагируют на экологические вопросы и хочется тут их поддержать их ожидания оправдать даниил мамин заместитель главы города кирова сейчас небольшая у нас пауза будет после которой поговорим о развитии туризма во планах в этом отношении о том что власти собираются разместить на территории бывшего квоту в том числе этот вопрос затронем ну и о появлении новых объектов в областном центре вернемся через полторы минут особое мнение на 101 fm продолжаем нашу беседу с даниилом маминым заместителем главы города кирова сейчас будем развитие туризма говорить вернее чуть позже да все таки с территории квоту тут у нас в январе стало известно о том что власти вроде как определились что же под что следует отвести эту территорию огромную территорию студенческий городок для подготовки инженерных кадров инжинирован инжиниринговый научно-исследовательский центр спортивные культурно-концертно-выставочные сооружения спорткомплекс скрытый футбольный манеж и так далее так далее вот и и как депутаты как зам главы города и как специалист по городскому пространству специалист сфере дизайна как оцениваете такие перспективы развития территории ну основная позиция на мой взгляд здесь то что любая территория находить на которой находится в городе должна быть вовлечена в использование они должна простаивать а как вот было до последнего времени с территории квоту но и с другой стороны отдавать ее под застройку многоквартирными домами было бы не очень правильно но это одна из идей было было но в предыдущие годы но здесь конечно жители города я думаю всеми руками поддержат историю с развитием этого образовательного спортивно-культурного кластера вот буквально на позапрошлой неделе мы проводили там очередную страт сессию со студентами с и в разных рабочих группах вот на моих на моей комиссии там до разных группах совершенно одинаково звучали от студентов запросы на кампус на студенческий кампус то что могло бы во первых и скажем так украсить и студенческую жизнь с одной стороны и с другой стороны это был один из критериев который был назван студентами для того чтобы остаться здесь не уезжать учиться в другой город других городах еще один положительный аргумент это это прям был вызван из тех немногих аргументов которые были четко озвучены студентами вот с наличие студенческого кампуса прямо всеми руками было как критерий позволяющий учиться полноценно студенчество учиться здесь городе это то есть один из триггеров которые думаю сместит молодежь для для продолжения обучения в городе вот она кроме того что хочется заметить кроме построек которые там планируются хочется чтобы там осталось очень культурная большая парковая зона сейчас там есть и эндемики растения которые там находятся вот сложилась определенная экоструктура если вот посмотреть то сейчас прям красивая зеленая история я думаю что в рамках вообще в целом развития зеленой среды в городе формирование парковой зоны в центре города в этом месте очень востребовано и необходимо жители ну реализация этих планов это дело конечно не быстрая наверно там прежде всего финансирования финансирования но есть ведь уже договорил я так одобрение федерального федерального центра ждем одобрения поддержки я думаю все таки это федеральное финансирование мы очень верим и там держим кулачки чтобы нам дали возможность реализовать этот проект город просто я думаю в центральной части особенно расцветет именно с точки зрения там наполнения этими объектами нашего города в начале двадцать третьего года власти уделяли большое внимание и вопросам развития туризма я думаю многие помнятся о том что губернатор александр соколов говорил о том что региона у нас необходимо сеть гостиниц для для того чтобы туристы приезжали им было где остановиться переночевать нормально в нормальных бытовых условиях вы по области ездить посещаете наши достопримечательности гостиницы на ваш взгляд это основное чего не хватает или вот это вопрос очень у нас часто с коллегами дискуссионный вот но я здесь как раз раньше у меня была другая история то есть мне казалось что нужно создать объекты поедут туда туристы и потом под них создать инфраструктуру но вот знаете здесь полностью поддерживаются на валентиновича нужно создать сейчас действительно инфраструктуру которая будет комфортно для людей потому что туристы особенно внутренние туристы они начинают привыкать комфортным условиям отдыха комфортным условиям нахождения там и там то есть региона говорил что не менее четырех звезд хотелось бы до чтобы это то есть это не совсем бюджетное жилье такое временное дело в том что туристы уверен приезжая в четырехзвездочные гостиницы они и оставят здесь соответствующую уже там долю каких-то своих затрат расходов экономически это бы целесообразно это очень хорошо потому что это такая игра в долгую да там среднесрочная перспектива она всегда более интересна для региона чем какие-то короткосрочные проекты а мне вот например навигации нормальной не хватает когда мы посещаем эти наши достопримечательности вятские вот даже ним да да куда ездят ежегодно там тысячи до жителей областного центра впервые там побывав несколько лет назад и устав спрашивать да как проехать как пройти как как пройти когда идти как добраться и хорошо что люди нормально относились объясняли показывали но вот явная нехватка этих указателей элементарно вот смотрите здесь есть два способа решения этого вопроса первое это конечно установка навигационных указателей на местах а вторая ну вот то с чем я лично сам сталкивался у меня был такой проект в свое время мы запускали связанные с навигационными приложениями то есть вполне достаточно и в современном мире создать хорошую карту цифровом формате для поездок для отдыха по кировской области то есть интернет нужен еще интернет не нужен я нужен конечно то есть в режиме абсолютно предложения работают в оффлайне вы просто маршрут себе планируете вам по дороге все рассказывает показывает аудио гид комментирует то что происходит вокруг навигация сама по себе работает всегда да спутник у нас практически всегда виден поэтому вот реализовать такую такой проект я уверен что он будет очень востребован в том числе и коммерческий и с точки зрения жителей нашего города региона и туристов которые приют я думаю ближайшее время пару минут я вижу остается тут у нас несколько вопросов еще есть но я думаю спрошу все-таки про феодоровскую церковь увы в ночь на 25 января произошла трагедия церковь сейчас уже разобрана да я напоминаю что она появилась в 2007 году на месте так называемой капсулы времени и принято уже решение о том чтобы храм возрождать и возрождать его именно в каменном виде вас не хочу спросить первую очередь как специалиста опять по городскому пространству как дизайнера тут и дискуссия развернулась некоторые жители высказывались за то что может быть и не стоит именно в этом месте до вас возрождать ваша оценка ваш взгляд насколько этот объект вписывается в облик набережной его перспективы две минутки для того чтобы сформировались сформулировать моя точка зрения ну там понимаете то есть эти будем исторически верны мы говорим не про то что храм был построен на месте капсулу времени изначально же здесь уже был храм по проекту чуршинский проект очень хороший проект красивый и интересный вот у него если кто-то посмотрит в интернете у него достаточно такие легкие формы изящные луковки называют языки пламени в таком стиле были сделаны вот очень хороший красивый интересный проект и в этом месте он наверно разумен потому что набережная рассматривается у нас не только со стороны розыксинбург да когда мы к нему подходим набережная очень хорошо воспринимается у нас силуэт набережной воспринимается при подъезде к городу по старому мосту и вот как раз силуэт храма на этом месте там получается если вы посмотрите такой некий светлый фрагмент вот он там подчеркивает как раз интересное решение своим силуэтом и ну скажем так на протяжении набережной счет своего острого силуэта верхнего он такой является некой демианта архитектурный и в общем-то завершает вот эту вот центральную часть набережной я думаю что решение очень хорошее ну а каменная церковь здесь по проекту так раз чуршинскому была бы таким достойным завершением от этого набережной но при этом видимо потребуются какие-то укрепительные работы каменная с постройка она более она более тяжелая но я думаю что здесь конечно нужно по итогам уже работ по исследованию грунтов принимать решения но технические возможности очень большие если будет хотя бы какая-то возможность реализовать и надо будет построить даниил мамин заместитель главы города кирова это ваше особое мнение уже завершается я думаю что в ближайшее время снова договоримся о встрече с удовольствием еще раз международным днем радио международным радио всего доброго до свидания до свидания особое мнение на 101 fm